Всем привет, любые друзья, с вами дядька Розе. Это Mountain Blade 2 Bannerlord. Взял по скидочке в Epic Game, это не реклама, в Epic Game идет скидочка, в Steam нет скидочки на эту игру, да. Меня очень радует, что Epic Game каждый год раздает купончики, и ты можешь купить старенькие, но очень крутые игры. Я не хочу качать через какой-то торрент, потому что там нет поддержки, могут выходить какие-то новые обновления на игру, там какие-то исправления багов, это всегда круто. Покупайте только лицензионное. Итак, начнем наше знакомство с данной игрой. Я решил играть за ботания, просто это жители лесов. Также выбирая кем будете играть, не забывайте, каждая народность, так назовем, дает свои бонусы при игре в разной местности. Выбираем внешность, выбираем родителей, но не забывайте, также выбирая чем занимались ваши родители, чем вы занимались в детстве, это дает бонусы к навыкам. Это очень важно, я думаю, в этой игре. Если вы там, к примеру, любили охотиться с луком на крыс местных канализациях, у вас будет бонус к луку, естественно. Когда мы это все прошли, у нас начинается история. У меня есть брат. Маленькие братики и сестричка, которых украли бандиты. Это будет наше обучение. Ну и в дальнейшем, когда мы будем путешествовать, будем их, наверное, искать. Поговорили с братом, и нам игра предлагает пройти обучение или сразу же отправиться наказывать этих бандитов. Так как я не играл в эту игру, я решил пройти обучение. Постреляли с лука, покатались на лошадке, тоже постреляли с лука, подрались с какими-то чувачками и отправляемся в путь. Идем в нашу первую деревню. Где мы говорим с одним человеком, который нам предлагает купить некоторые товары, нанять воинов. И также мы узнаем, что тут были какие-то рядом бандиты, которые тоже похитили местных жителей. И Ботан с именем Розе, типичным именем для Ботана, соглашается, потому что он преследует бандитов. Он не знает, где эти бандиты, но он предполагает, что, возможно, это те самые бандиты, которые ему нужны. Давайте посмотрим на мою первую битву. Я ничего не знаю про интерфейс и ничего не понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok АТАК! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Догоняем остатки бандитов Побеждаем их, освобождаем пленных И пленные нам повествуют В хащах леса есть логово бандитов И тут я понимаю, что мы попали на след Который приведет нас к младшему брату и сестричке Незамедлительно отправляемся в логово бандитов Оно расположено в горной местности, где протекает небольшая речушка Побеждаем пару-тройку бандитов, потому что я выставил на очень легкий уровень Хочу ее изучить, а потом на харде как ворваться И вообще прочувствовать эту боль средневековья Как сложно выживать в этом диком мире Добираемся до главного босса Который нам предлагает сразиться один на один Так как видит, что я человек чести То, что я принимаю его дуэль Но, к сожалению, из-за того, что он был сильнее У меня не было навыков Я проиграл Учимся на своих ошибках Так как играем на лайте То мы сразу же в том же месте И выбираем второй вариант действий Бейте его Мы берем его в плен Очень капризный босс Кормите меня Ухаживайте за мной Идите себя как подобается пленным Короче, ну мы его оставляем, да То, что он владеет информацией Мы находим сундук с бронзовой Какой-то реликвии Интересное, не знаю, что это такое Но на этом заканчивается обучение Дальше мы с братом расстаемся Мне говорят, придумайте фамилию Я придумал фамилию дядюшка Типичная для Батана фамилия Теперь я Розе дядюшка Это чтобы Как мне объяснил мой брат Чтобы мы могли друг друга найти И было понятно, с кем ведут диалог Я пока ничего не знаю в мире Как общаться с людьми Но есть три вида начала общения Это меня зовут дядюшка Розе Да, госпожа, я дядюшка Розе Ты запомнишь мое имя? Дядюшка Розе Ну вот, мы прошли обучение Отправляемся в путь У нас есть немножко золота Нанимаем первых наших воинов Отправляемся в путь Встречаем купца Который нам повествует Что если мы купим одни предметы В одном замке Да, в форте И перевезем в другой То мы можем там их перепродать подороже Возможно, я что-то понял не так Но потому что меня надурили Я купил подороже Продал подешевле Так это не работает В том городе, где мы продали вещи Я встречаю очень милую женщину Которая говорит, что она покупает рабов На что мы соглашаемся Когда мы будем бандитов брать в плен Мы будем продавать этих бандитов в рабство И на этом у меня заканчивается Бессоединение сети в Lineage 2 Mobile И я выхожу с игры Если тебе понравилось видео Ставь лайкосик Я поиграю немножко больше Возможно, получится сделать Какой-то интересный контент По захвату мира По выживанию По созданию банды И все такое Всем до новых встреч С вами был дядюшка Розе